К нашему эфиру присоединяется советник президента Украины по экономическим вопросам Олегу Стенко. Олег, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Хотелось бы обсудить с вами одну из последних новостей, хороших новостей, поскольку часто можно в последнее время услышать, что есть помощь, нет помощи, каникулы в Конгрессе, да, нет, но обратимся к тому, что происходит в Европе. Так вот, на саммите в Брюсселе, то есть завтра, 15 декабря, лидеры Европейского Союза при одобрении решения по многолетней финансовой программе могут достичь компромисса по вопросам выделения для Украины средств. Идет речь о небольших суммах, точнее, небольших пакетах, но о большой сумме. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это работает и на какие суммы действительно мы можем рассчитывать. Слушайте, ну, к слову сказать, я сказал бы вот что. Несмотря на то, как вы сказали, есть вроде бы как такие разноплановые новости, которые сейчас витают в информационном пространстве, все равно ситуация в Украине и касательно Украины, она остается, в общем-то, неизменной. Да, есть какие-то проблемы, они ожидаемы, война идет уже практически два года, вот совершенно скоро мы ходим в третий год. Но если вы вспомните эту последнюю пресс-конференцию, которая была в Вашингтоне у президента Зеленского, у президента Байдена, когда президент Байден более чем четко сказал, что поддержка Украины остается, вот английское слово unshakable, не пухытную украинскую мову, да, такой непоколебимой она остается. И вот эта unshakable, непоколебимая поддержка, это слово тянется еще начиная с первой недели марта 2022 года, когда вообще только началась эта агрессия России против Украины, когда тогда было заседание Большой Семерки, и председатель, стоящий на Большой Семерке тогда Германия, Олаф Шольц, канцлер Германии, сказал, что Украина будет поддержана по всем направлениям, в том числе и по финансовому направлению. И поэтому вот эта поддержка, которую мы с вами ожидаем, и решение, которое будет принято фактически, надеемся, завтра, оно есть продолжение вот этой большой-большой истории unshakable, да, вот этой непоколебимой поддержки Украины, начиная с первых дней или там с первых минут или первых часов российской агрессии против Украины. О чем речь идет вообще, когда мы говорим об этих 50 миллиардах долларов? До сих пор, 22-23 год, Украина поддерживалась через фонды европейские, Европейский Союз постоянно датировал украинский бюджет, у нас возник дефицит государственного бюджета, дефицит госбюджета возник не по нашей собственной вине, а потому что идет война, потому что российский агрессор сделал все возможное для того, чтобы пытаться, насколько это было у них в руках, опять-таки эти возможности влиять на нашу экономическую ситуацию и перекрывал Черное море, коридор в Черном море и громил наши предприятия. И вот потому в прошлом году наша экономика упала на практически 25%, и вот потому, когда у тебя экономика падает, понятно, что у тебя снижаются доходы государственного бюджета, что у нас и произошло. Да добавьте туда, что нам надо было тратиться, очевидно, на сектор безопасности и обороны куда больше по сравнению с довоенным уровнем, а вообще, если посмотреть на следующий год, даже больше, чем 20% нашего ВВП идет как раз на этот сектор обороны и безопасности, все, что до последней копейки зарабатывается в стране, вот как раз перекрывает те программы безопасность, оборона, а вот остальное необходимо финансировать. И вот это необходимо финансировать, все, что не военные, не программы, связанные с безопасностью страны, они финансировались нашими союзниками и партнерами, в том числе и Европейским Союзом. И вот в прошлом, вернее, в текущем, в 2023 году Европейский Союз профинансировал на 18 миллиардов евро, то есть, почти на 19 миллиардов долларов вот эти как раз программы, связанные с социальными программами нашего государственного бюджета, потому что у нас вот объективно возник дефицит из-за войны, из-за агрессии России. Со следующего года открывается программа, которая называется Ukrainian Facility Program, такая программа помощи Украины, она на 24-27 года рассчитана, она сейчас на 50 миллиардов евро рассчитана, там очень четко сказано о том, что программа может быть увеличена, и вот это увеличение программы, оно зависит от целого ряда факторов, но даже сейчас, даже сейчас, когда она вроде как еще до конца не принята, все равно есть ожидания, связанные с тем, что она будет пополняться дополнительно. И не потому что война, а потому что необходимо будет смотреть дальше в будущее, а дальше в будущее это и отстраивание Украины, вот после этой жестокой российской агрессии против нас. Программа разделена на несколько частей. Первая часть это все, что касается нашей бюджетной поддержки. И вот ожидание состоит в том, что на следующий год Евросоюз профинансирует, перекроет 18 миллиардов евро, точно такой же суммой, которая была в этом году, они перекроют дефицит госбюджета Украины на следующий год. Более того, если вы отмотаете пленки назад, вы увидите, что наш премьер делал заявление об этом после первых решений, которые были приняты Европейским Союзом, ну как минимум полтора-два месяца назад, вот когда это решение принципиально было принято. Вот эта часть, которая важна прямо вот сейчас в краткосрочной перспективе на следующий год. Дальше вторая часть это все, что касается развития бизнеса в Украине. И третья часть, которая касается, это наша аппроксимация в Европейский Союз, тем более, что после сегодняшнего решения в Европейском Союзе о том, что будут начинаться, начнутся переговоры о нашем вступлении в Европейский Союз, понятно, что это более чем важный вот такой вот компонент этой общей программы Facility Ukrainian Facility Program, программы поддержки Украины. У меня практически нет никаких сомнений, что решение по поводу этой поддержки будет принято позитивно. Все понимают критичность важности, понимают, кто тому виной, что дефицит возник. Всякие рассказы по поводу того, что, возможно, поддержка не зайдет, возможно, есть позиции одних или других, которые предлагают ее вести в том или ином русле. Я имею в виду эту поддержку. Они, конечно, больше все-таки такие похожи на информационный шум, нежели на то, что будет происходить в реальности. То есть шум присутствует при любом решении, и тем более при таких вот важных и многомиллиардных решениях он тоже присутствует. Однако, тоже на всякий случай я скажу, что при всей кажущейся такой огромности этой величины в 50 миллиардов долларов, не забывайте, что это 2024-2027 год, то есть это не сразу надо взять и вынуть деньги для того, чтобы сброситься в этот общий фонд. То есть там есть достаточно времени для того, чтобы наполнять дополнительно этот фонд. Надо просто определиться по источникам, которые будут в дальнейшем использоваться. 18 миллиардов – это действительно то, что надо достаточно быстро сформировать. Для этого важно и для европейцев, но это также важно и для нас, потому что все, что касается бюджета, государственного бюджета, государственных финансов, тут, конечно, важны и объемы средств, но также и не менее важны или равно важны еще и вопросы, связанные с ритмичностью поступления этих средств. То есть не работает бюджет так, что ты в январе получил какую-то одну сумму, а в феврале-марте ты ее пропускаешь, а потом вдруг вдогонку тебе дадут, там скажем, в апреле вот ту сумму, которую не дали в феврале-марте. Это не работает так. Вот ритмичность как раз, и, кстати сказать, нарекания 22-го года как раз относились к тому, что была нарушена ритмичность. К слову сказать, опять-таки, со стороны Европейского Союза были моменты, когда не поступали средства срока, поступали с задержкой на, скажем, даже на несколько дней или на одну-две недели, но это проблема. Проблема, потому что расписан бюджет, бюджет надо выполнять, у нас есть затраты, и я себе представляю нервозность, которая возникала в Министерстве финансов, когда не в срок поступали средства, но этот урок уже и оговорен, и продискутирован, и все его понимают, и у нас и в Европейском Союзе, поэтому я думаю, что как раз здесь можно оставаться такими достаточными оптимистами, тем более, опять-таки, в ракурсе сегодняшнего решения, которое было принято о начале переговорного процесса Украины, о вступлении ее в Европейский Союз. Согласитесь, это историческое все-таки решение для Украины, мы можем даже, наверное, и поздравлять друг друга с тем, что Европейский Союз все-таки решил начать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. Хочется отдельно у вас... Как вы считаете, вот этот процесс евроинтеграции украинской экономики, насколько долгим он может быть, и во что по итогу эта украинская экономика может трансформироваться? Но только если кратко, можно? Мы ограничены немного времени. Очень правильный вопрос, Алексей. И я бы сказал вот что. В основном все страны, которые присоединялись к Европейскому Союзу, основные трек-рекордсы, когда были основные реформы, когда были основные такие скачки в их развитии, они как раз относились к периоду от начала переговорного процесса до момента уже фактического вступления в Европейский Союз. Вот это была самая высокоскоростная трасса. То есть, условно, поезд уже под названием Украина, он уже стоит на рельсах, рельсы проложены в сторону Европейского Союза. Поезд начинает делать ход, то есть мы находимся уже в движении. Основное ускорение будет получено с момента начала переговорного процесса. Дальше скорость будет нарастать. Как только мы станем уже членами Европейского Союза, то эта скорость уже будет такой вот средней скоростью по Европейскому Союзу. Поэтому вот основной прогресс это как раз в этот период времени. И вот почему, как это не цинично будет звучать, я понимаю, общее наше настроение, как можно быстрее мы все хотим с вами стать членами Европейского Союза, но это не играет принципиального такого значения. Это будет процесс на 2-3 года или на 4-5 лет. Вопрос, что процесс уже пошел. Вопрос в том, что поезд уже стоит на рельсах. И, как все понимают, с рельс ты не можешь свернуть ни влево, ни влево. Учитывая сложность этого процесса и важность каждого документа, стоит вспомнить поговорку «тише едешь, дальше будешь». Спасибо вам огромное. Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok